Йо-хо-хо и тысяча чертей, бро! Устраивайся поудобнее, потому что сейчас будет, ну, отвал башки, это 100%. Сегодня свои сервера открыла SEO of DAW. Накладывай себе вкусняшек, заваривай себе чаек. А я напомню, что об этой игре я тебе уже рассказывал в своем телеграм-канальчике. Поэтому переходи в описание и подписывайся. Вступай в группу, там выходят посты про игры, про NFT-проекты, про аниме-сериальчики, почему бы и нет. Ну, а игра нас встречает с созданием персонажа, нашего персонального конкретного героя. Который мы, кстати, в последующем сможем выбрать даже класс. Это же MMORPG, на минуточку, настоящее, пиратское и брутальное. Очень много настроек, но я не заморачивался, создал себе MMORPG, Джека Воробья. И вот эти все видеоставочки, ну, блин, они такие кайфовые. Они такие просто в тему. Ты реально себя ощущаешь, ну, пиратом, вот оказался на корабле. У тебя есть твой дружбанчик, с которым, ну, охота, да? Ну, так, втихаря, чтобы капитан не заметил. Ну, бах, ну, пивчика. Ну, а в чем дело-то? Мы же пираты, почему бы и нет. Но капитан, капитан следит. Просто так с ним не забалуешь. Кстати, это, кстати, и есть наш капитан. Такой желтообородый, брутальный мужчина. Но очень много взаимодействий. То есть сейчас мы находимся на корабле. Мы можем по нему передвигаться. Какие-то в катсценах мы также... Так же все будет зависеть от наших взаимодействий. То есть мы будем с Лэшами руководить нашим персонажем. Персонаж, кстати, сделан вообще прикольно. Такой брутальненький, красивый, симпатичный мужчина. Ну, как ты видел, в редакторе ты можешь создать себе и девчуху. Это, как говорится, уже на вкус и цвет. У нас, кстати, сейчас нужно поднять курса. Ведь мы плывем в порт для дальнейшего развития. Нам предстоит, во-первых, построить свой корабль. А во-вторых, выбрать класс. Ну и вообще, пока идет сюжеточка. Все, и ну давай надуем наш парус замечательный. И отправимся в дальнейшее путешествие. Нам, кстати, надо же, да, в порт и побегать по земле. Круто сделана локация. То есть мы на ней можем передвигаться. Мы можем на ней использовать свои скиллы. Мы можем взаимодействовать с различными объектами. Мы можем даже менять уровень. Ну, как сказать, горизонт. В общем, можем забираться на различные поверхности. То есть подниматься, например, выше. Это тоже очень круто реализовано. То есть если, допустим, сравнивать с черным клевером. Мобайл, который вышел практически недавно. Но тут локаций намного больше. Тут прямо они нормальные, адекватно сделанные. Почему не сделали там? Это, конечно, большое упущение для Black Clover. Ну, а здесь все красиво, все интересно. Графоник хороший. И вот что мне понравилось-то. Телефон-то не греется. Да-да. Плюс хорошая оптимизация. То есть все лагает... Все не лагает. Все плавненько. Классно. Не тупинга. Хотя проект недоступен на территории РФ в плей-маркете. Скачать можно его стоп-тапа. Пост в ТГ-канале я тебе делал уже. Поэтому переходи, подписывайся. Все ссылочки на ТГ-канал, на игру стоп-тапа. Все будет в описании. И, конечно же, куда без этого. Ну, и, как говорил, сейчас поднимемся по мостику. И, да, нам надо уже направляться и строить наш корабль. Есть различные кастомизации. Есть, разумеется, шмоточки, которые мы будем на себя одевать. Ну, и, разумеется, динамическая погода. А почему бы и нет? Как бы, а в чем проблема? Захотели, сделали. То есть, это прям вот пиратское ММО, и не дать, не взять. Именно так создали мы свой кораблик, уровень Б. Интересно, а тут конкретно Б у нас получается? Или, может, есть какой-то рандомный показатель по качеству корабля? Ну, это пока я не знаю, потому что это прям вот, ну, первые-первые. Ну, что, будем провожать наш кораблик в море, будем в него кидать бутылочки с шампанским, ну, и, разумеется, радоваться и получать удовольствие. Вот на протяжении пока, что я в данный проект залипал, играл, ну, прям вообще ноль минусов, одни только плюсы, один только кайф. Скипать историю пришлось, ну, чтобы как бы побыстрее и побыстрее для тебя отнять материал. Разумеется, если ты скачаешь, будешь в ней играть, скипать историю я тебе не советую. Это будет просто реально круто. Также у нас пока на старте есть выбор между двумя оружиями. Шпага или меч. И, соответственно, у каждого оружия есть свои скиллы, которые тоже можно прокачивать. Опа! Что за... Ой-ой-ой! Это же нашего братишку щемят! Ничего себе! Ну, подумаешь, перебрало немножко. Этот чёрный вообще, кстати, офигел. О-о-о! А нам дадут, интересно, вписаться за него, прям-прямо ворваться, прям и всех просто здесь кабин им развалить, всем втащить. Особенно чёрным, я бы втащил бы ему. Нифига себе нашего братишку практически отшил. Давай-давай, поднимайся. Сейчас по-любому как-то мы будем вопросы решать. Ага. Дадут нам подраться? Нет скиллухи попробовать? Или нет? Вот меня что интересует. Хотелось бы... Ну, братишка по лицу получил. Да, мы что будем делать? Мы будем мериться на руках. Ну, наверное, скорее всего, это было изи-изи. Просто унизили обидчика нашего товарища. Так и должно быть. Лучше бы, конечно, нам дали бы скиллы потестить. Лично я на это рассчитывал. Угу. Мы будем нанимать команду. Нанимать команду мы будем через гачу. Это наш корабль. Мы будем открывать ему каюту. Такую систему мы видели в предыдущей пиратской игре, по которой я тебе рассказывал. И Fallout Shelter. Вот оно что, ребята. Пять классов. Пять классов на выбор. Канонир. Это у нас такой стрелок. И у него есть три специализации. Не три специализации. А что он будет использовать на суше, на воде. И какие будет давать бонусы. Барт. Астролог. Ну, ничего себе. Интересные классы они замутили. И Амоист. Это, наверное, что-то мага. Что-то вроде этого. Ну, назвали вот так вот его. Интересно. Блин. Ну, наверное, я канонира возьму. В принципе, с чего и начинал. И, соответственно, у нас уже появляются скиллы. Как и нашего корабля. Так и нашего персонажа. Ну, и надо отправляться в море. И да, мы сражаться будем не только на суше. То есть, мы класс выбрали. Все круто. У нас есть скиллы. Но скиллы у нас есть еще и для нашего корабля. Где мы можем лавировать. Корабли лавировали, лавировали. Но вы лавировали. Это конкретно касается нашего корабля. То есть, мы можем крутить его. У нас у каждого скилла будет радиус поражения. И, соответственно, с помощью него мы будем сражаться. То есть, крутиться. И, соответственно, прокачивая наш корабль. Прокачивая его составляющие. Ну, и урон будет больше. И сможем забирать более сильных соперников. И это действительно прикольно. Это все максимально гармонирует вместе. Я, конечно, удивляюсь, как ребята собрались и решили просто замутить годнейший проект. Просто совместить и бои и на суше, и бои и на воде. И все это дополнить классными роликами. Ну, и отправляемся в следующий город для следующих приключений. Так выглядит наш кораблик. Ну, да, он пока немножко не качанный. Но всему свое время. Тебе спасибо за просмотрюль. Обнял-приподнял. Пиши комментарий. И до встречи на следующем видео.